Вечный большой секрет для покупательниц и некоторых покупателей, он в том, что когда они приобретают что-либо в магазинах, определить дорого это или нет, следует определять не количеством упаковок, но реальным весом товара. Тем более, что сейчас в условиях всеобщих подорожаний, производители прибегают к своему коронному приему, они оставляют внешний вид и размеры упаковок теми же самыми, там мясо, куриц, сыра, бумажных полотенец и так далее, но только сократив при этом количество самого продукта в тех же упаковках. А за весом того, что они покупают, большинство людей, живущих в Америке, следить не в состоянии, покупая за ту же цену, что и раньше, упаковку какой-нибудь колбасы, весящей на 20% меньше. Большинство покупателей бывает довольны и к тому же считают, что успешно инфляцию обманули. На Манхэттене так называемая скидка ковида завершилась, 44% квартир, которые сейчас там сдаются, поступают в результате выезда жильцов, для которых их квартплата стала непозволительно дорогой. В разгар эпидемии цены на жилье на Манхэттене серьезно упали, потому что люди выезжали в небольшие города и поселки, откуда столь же легко могли работать из дома. Но сейчас счастливые времена работы в полсилы завершились. Людям, работающим на Манхэттене, приходится выходить в их офисы, и они вернулись, и плата за жилье снова подскочила. Ну и сейчас жильцам приходят неприятные письма от владельцев квартир, требующих, чтобы они либо выезжали, либо платили арендную плату процентов и на 50, иногда больше. На Манхэттене в нынешнем году освободилось в районе 14 тысяч квартир арендная плата, на которой была резко повышена. На Манхэттене средняя квартплата составляет сейчас 4100 долларов в месяц. В Квинсе 2600, рост на 13%, а в Бруклине средняя квартира сдается сейчас за 3200 долларов, рост на 12%. Одним словом, те, кто живет в квартирах с контролируемой квартплатой, никогда из этих квартир не выйдут. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова